Компания Кораль представляет Ты хотел сказать мне что-то важное Ты уверена? Да Мне будет нелегко это понять Да, я припоминаю Сантьяго, ты со мной играешь? Нет, нет, боже упаси Давай присядем Как только я тебя увидела у себя в больнице Я поняла, что что-то не так А сейчас ты снова смеешься В чем причина? Я свободен Что? Он подарил мне свободу Кто тебя поймет? Лишь ты одна Нет, это выше моих сил Лиза У меня были проблемы С Барбарой С Барбарой И Не только У тебя Кто-то есть? У меня был еще один роман Ты обманывал Барбару С другой? Вот это да Лиза До того, как я узнал тебя Я вел весьма вольную жизнь Я это признаю Да уж Твоя мама меня предупреждала Так было до тебя До нашей встречи Лиза, ты моя единственная Любовь Неужели ты сомневаешься? И что же стало С той С другой Она хотела Меня заарканить Но я узнал Что она замужем Ее муж даже не подозревает Что за стерва Досталась ему в жены Я хочу покаяться тебе Во всех прошлых грехах Только Лиза Я прошу тебя Не отворачивайся от меня Я лишь хочу Чтобы все было честно А что нужно отцу Барбары? Он Знает эту женщину Он и открыл мне Глаза на нее Зачем? Он Думает, что я Не женюсь на его дочери Из-за этой девицы Но Сегодня я твердо Заявил, что Продаю свои акции Чтобы не было повода С ним встречаться Я не стал упоминать Что Дома меня ждет Самый дорогой человек Во всей вселенной И этот человек Это ты Моя Лиза Барбара проспит всю ночь И к утру ей станет лучше Мы ее выписываем Вам не кажется Что это преждевременно? Вспомните, что с ней было? Я помню Мы вывели яд из организма Физически ваша дочь Вполне здорова А нервы? Ей нужна помощь профессионала Психиатра Именно Я уже говорила вам об этом И повторю еще раз Что сейчас Барбара пришла в себя Но если вы не хотите Нового срыва Помогите ей Спасибо Полежи немного Я могу дать Франсиско больше крови На, выпей Это сок Неужели ему хватит стакана крови? Вы искали двух доноров, сеньора Скажите Это сложная операция? Франсиско Не умрет? Детка Ты готова ответить на все вопросы? Я сказала вам все, что знаю Франсиско мой друг по работе Ты знаешь адрес Своего друга? Он живет На высокой крыше Где? На крыше Старого дома А что тут такого? И как же называется его улица? Какой номер дома? Номер? Кажется, четвертый Или пятый От угла Но я не помню Тебе придется вспомнить Его точные анкетные данные Если не хочешь отвечать в полиции Я не знаю, кто его ранил Беба Привет Где ты была? У тебя есть часы? Ты откуда? Роберто Так ты убил его или нет? Заткнись Пока все не услышали Роберто, объясни, что произошло Я сам не знаю Может он сдох Я оставил его умирать в парке Я не хотел, он сам напросился И я успел смыться Это произошло как-то случайно Тебе обязательно было Резать его на глазах Бебы А что, если она откроет рот? Беба будет молчать, как немая Она меня боится Понял? А если он не помер, что дальше? Он-то точно молчать не станет? Если он Не подох сейчас То он скоро подохнет Все было именно так Я нашла его в парке И привезла в больницу К сестре Вряд ли полицейских Удовлетворят твои ответы Пожалуйста Не сообщайте им Извини, но это мой долг О чем вы спорите? Она привезла юношу С ножевым ранением Доктор, пожалуйста Не сообщайте моим родным Брат меня убьет, если узнает Он очень строгий Хорошо Успокойся Она не хочет отвечать Я все сказала? Делия Девочке плохо Тебе обязательно ее мучить? Мальчику еще хуже У него проникающее ранение Доктор, операция закончилась? Да Причем успешно Парню Повезло Наш доктор Любую рану заштопает Делия Давай оставим Все как есть Парень сам все расскажет Это нарушение Всех законов Что-то не так? Она не хочет Иметь дело с полицией Сеньора Контрерос Она Сестра моей коллеги И Я ей верю Вы на нее посмотрите Чистый ангел Вы слишком вольно Трактуете правила Так нельзя Правила Не всегда справедливы, Делия Ангелочек Пойдем со мной Я отведу тебя домой Я сама Идем скорее Пока наш доблестный полицейский Пьет кофе с пирожными Кто-кто? Наш охранник Мама Всем привет У нас ножевое ранение Почему мне не сказали? Не зови забот себе на голову Они сами тебя найдут Я обязан расспросить того Кто его привез Прости, дружище Его доставил какой-то таксист Который тут же умчался Черт А это кто? Я? Сестра Лиза Истрада Она думала, что ее сестра дежурит Давай я вызову ей машину Нет Да я ее сам провожу Я не сержусь Я лишь делаю свое дело Ты же видела, она говорит правду Зачем пугать ребенка без повода? Прости Но твое поведение подозрительно Ты так занят своими микробами Что вообще не должен был узнать о раненом Почему он не должен был, Делия? Я же тут работаю Причина в том, что она сестра Лизы И ей все можно О, Боже Семь часов, уже поздно А, по-моему, рано Почему ты меня не разбудил раньше? А куда бы ты пошла ночью? Мои родные не знают Они поймут, что ты со мной Да? Они тебя не знают Меня ждут неприятности Августа меня не простит Не расстраивайся Сантьяго, ты прав Я уже не ребенок Но Августа слишком старомодный Правильный А я совратитель Невинных девушек Как это не смешно? Но мой брат Так и подумает Любимая, не переживай понапрасну Ведь ничего уже не вернешь Сантьяго Это ты во всем виноват Ты слишком нежно Меня обнимал Вот я и разоспалась Я на кухню В двенадцать ночи Я засек, когда ты вернулась Августа, я... Не оправдывайся Я не позволю тебе исковеркать Свою жизнь Августа, я не хотела Ты никогда не хочешь Но всегда делаешь Августа, дай ей высказаться А что она может сказать? Куда мы катимся? Четырнадцатилетняя девчонка Попала в плохую компанию И решила, что может гулять До глубокой ночи Я не виновата А это мы еще проверим А где Лиза? Почему не с нами? Кажется, я задал вопрос Августа, Лиза Не ночевала дома Почему? У нее дежурство? Не кипитесь раньше времени Она провела ночь с парнем Который увозил ее на выходные Но не смеет показаться у нас дома Августа, Лиза уже... Нет, нет, нет Я всех вас научу уважать этот дом Слушайте С этого дня никому никаких поблажек Это не гостиница Где никому нет до вас дела Понятно? Сейчас или никогда Пора бежать из этого дома Как поздно Иди завтракать Времени нет У меня сегодня экзамен Я сварил кофе Любимый Ты встанешь между мной и медициной Я? Наоборот Извините, доктор Но благодаря мне Вы смогли лучше изучить Анатомию человека Пока А кофе? Нет, потом Меня пугает неведенье Я всю ночь не спал Из-за этого павлина Если я не узнаю, что случилось Я повешусь Ну что будет Если... Если я убил Франсиско Успокойся Все обойдется Ты же уверен, что Беба Никому ничего не скажет Ни в ком нельзя быть уверенным Она будет молчать Она меня до смерти боится Я уверен в этом Я ее запугал Тогда успокойся И посиди здесь А мы сходим на разведку Нет Не ты Ты лучше останься со мной Пусть Франк один Да Пусть пойдет, разузнает Ты помолчи Когда Августа злится Ему нельзя перечить К тому же тебе действительно Нет оправдания Ты была с Роберто? Нет Идем Мы опоздаем Сильвия, ты иди За мной обещала зайти Мими Ладно Пока Пока Руби Кармен, как дежурство? Хорошо И без осложнений Я даже поспала Была дама с ожогом И молодой парень Я его видела Доброе утро Доброе утро Синьора Дели Да, Руби Я слушаю Я принимаю дежурство А тут юноша с ножевым ранением Я в курсе Я не вижу ни отчетов Полицию Ни показаний лиц Которые привезли пациента Всем доброе утро Доброе утро Пачеко Мы как раз обсуждаем Вчерашний случай Очень хорошо Тут не указано Даже имя пациента Августа Что с тобой? Ты все время Молчишь? Ничего Все нормально Если банк Торопит тебя с оплатой То мы ужмемся И найдем тебе денег Дело не в деньгах Хотя И в них Тоже Поговорим? Нет Спасибо Не сейчас Ладно У меня есть пара дел в городе А ты посиди в одиночестве Ну и подумай Хорошо Не грусти Это все, что ты можешь сказать? Что я тебя теряю? Неужели тебя совсем не волнует? Останусь я здесь Или уйду? Доброе утро Что у нас тут? Хулиганская разборка? Говори За что получил Перо в бок Я не знаю Как вас благодарить Не стоит благодарности Простите Барбара У тебя есть здесь подруга Спасибо Что же Мы еще увидимся До вашего ухода Спасибо вам Дочка Тебе плохо? Оставь ее Она не маленькая Я уже не могу ей помочь Ты ее расстраиваешь Я словно не здесь Это естественно Ты провела несколько дней В беспамятстве Все позади, Барбара Я уже не стану прежней Ты солис А мы Солис Отличаемся Выдержкой И живучестью В клане Солис Были самоубийцы? Не гневи Бога Но это правда Барбара Довольно Ты видел Сантьяго? Я ничего о нем Не слышала Пока лежала здесь Хватит болтать Лучше собери свои вещи И поедем домой Там обо всем И поговорим И какие же детали вам нужны? Хотите? Продемонстрирую шов Кто тебя привез? А вы не знаете? Вроде какой-то таксист Может быть Я не помню А кто тебя ранил? Я не успел спросить Имя и фамилию Видно, ты здорово кому-то помешал Зачем спрашиваете, если сами все знаете? Красавчик, сбавь обороты Я таких разрисованных и заколотых, как ты, насквозь вижу Правда? Для начала назови Свою фамилию Морено Это единственное Что у меня есть Свою фамилию Свою фамилию Что за новости? Чего ты разлегся? Шеф Мне не здоровится И давно? Ночью начался жар Лишь бы это не оказалось Лихорадкой Наслушался научной болтовни И поддался панике Может быть Хуан, если мы не будем подавать пример рабочим То кто же? Так что прими грамм сто И вперед Работа не волк Не убежит Хорошо, хорошо Как скажете Вот и ладно Давай, идем Свою фамилию Свою фамилию Садись Свою фамилию Можно? Конечно Сюда Спасибо Франсиско Беба Беба Не ваша подчиненная Забудь о такси И садись ко мне Маргарита Если не хочешь проблем Пустите Я вас не боюсь У меня есть к тебе Серьезный разговор Если ты возражаешь Я закрываю машину И иду к тебе домой Садись в машину Не выводи меня из себя Давай, держи, приятель Это мне? Да Спасибо Знаешь Вчера Я подумала Что ты Что я умру Ну нет Дурную траву Не выпалишь Это не про тебя Беатрис Полиция не знает Кто меня сюда привез Здесь работает моя сестра И Мне помогли Прости, но я не хочу Сердить брата И правильно Ты скажешь Кто тебя ранил Надо бы Да, верно Надо бы Роберто Пригрозил тебе Он сказал, что Отыграется На моих родных Я боюсь за них Но если нужно Я Дам показания Нет, нет Я обойдусь Это не честно Кому поверят Мальчику Из хорошей Добропорядочной семьи Студенту Сына владельца ресторана Или бродяги В сережках И наколках Я даже сидел за это Представь себе Именно так все и было Ты не дурная трава А Роберто Баобаб Это деревья Из сказки Про принца Да У них большие корни И если их не выкорчевать Они разорвут планету Я вижу Ты любишь читать Верно Тогда Сама посуди Роберто Еще не Баобаб Он еще Мелкий сорняк Мы его выдернем А тебя Оставим Роберто Ты сам Заявил Что все чисто Да Мигеллито Но нам сейчас Лучше Избавиться от товара На случай облавы Тебе нужны разборки Ты ждешь полицию Мы не знаем Умер Фрассиско Или еще жив Вдруг нас пронесет Нет нет Роберто Я тут ни при чем Это ты его пырнул Меня то там не было Слушай Если меня возьмут Я молчать не стану Откройте Это я Ну Что там? Что? Все спокойно Спокойно? Ты хоть что-нибудь разузнал? Я расспросил всех Кого смог Никто не слышал Ни о какой драке Кажется Мы спасены Не может быть Пришла? Да У меня был экзамен А что было до экзамена? На что ты намекаешь? С тех пор, как ты обзавелась новым ухажером Ты забыла о подругах Неправда Просто я сейчас работаю В новой лаборатории У меня мало времени Да? У тебя нет времени на подруг? Ты на меня злишься? Добрый день Чем могу помочь? Мне нужен Особенный подарок Я еще не знаю, что это будет Но что-то исключительное Для мамы, жены или подруги? Для Лучшей девушки на свете Подарок, который скажет Любимая Будь моей женой Ты видел, что он следил за мной? Я сомневался, идти за вами или нет А потом понял, что ты его не видишь Я ничего не видела Я потратила все деньги на игрушки для племянниц Мне не на что было доехать до дома Он был так увлечен, что ни разу не оглянулся Он не в первый раз Так поступает Что? Помнишь тот день Когда я приходила к тебе? Да Он взбеленился Затащил меня в свою машину И что дальше? Ничего Я убежала И он не догнал Негодяй А хуже всего то Что дома я заявила, что меня расстроила встреча с тобой Почему ты не сказала брату, как все было? Он даже не стал меня слушать Я очень обиделась, что он Не дал мне оправдаться Знаешь что, Беатрис В порыве злости Мы себя не помним Знаете что? Вы не имеете права так себя вести Кто дал вам право меня оскорблять? Не надо строить из себя порядочную женщину Я знаю, чего ты стоишь Вы меня оскорбляете Я обращаюсь с тобой так, как ты этого заслуживаешь Понятно? Да? И чего я заслуживаю? С вашей точки зрения Для начала не ори Меня не испугаешь Истошными воплями Ты чуть не убила мою дочь А путала сетью Сантьяго Нет, нет, нет Один момент Я его не путала Сантьяго сам себе хозяин Он знает, что папочка его невеста и его оберегает Пап, придержи язык, не то тебе не поздоровится И что будет? Я вас не боюсь Напрасно Я с большим удовольствием растопчу тебя, как таракан Ты что решила? Что перехитришь меня? Что будешь безнаказанно издеваться над моей дочерью? Для этого ты даже не поленилась прийти к ней в больницу Неправда Неправда Я ходила к вашей дочери, когда узнала, что вы меня ищете Она набросилась на меня, оскорбила А я лишь открыла ей правду, что беременна от Сантьяго Это ложь, выдумка Ничего подобного Так и есть Я жду ребенка от Сантьяго Хоть вы мне и не верите У нас в Сантьяго будет ребенок Это как раз для нее Оно тонкое, красивое В нем есть особое очарование Синьор, у вас отменный вкус Да Оно создано для Лизы Какой у нее размер? Вот этот Кольцо будет ей в пору Да Я его беру Делайте, что хотите Кричите, брызгайте слюной Но я точно знаю, что Сантьяго Отец моего ребенка Вы слышите? Маргарита, ты принимаешь меня за дурака Ты замужем и наверняка забеременела от своего законного мужа Нет, нет Маргарита, я хорошо изучил таких женщин, как ты Тебя интересуют только деньги Итак, Маргарита Ну, сколько ты стоишь? Назови свою цену и забудь О Сантьяго и о моей дочери Не все продается Маргарита, хватит играть на публику Скажи, сколько ты хочешь, пока я не задал этот вопрос твоему мужу Кстати, он часом не твой сообщник в этом деле Нет, не трогайте его Он ничего не знает Итак, твое решение Назови цену Или я иду к твоему мужу и открываю ему глаза Сколько дадите? А сколько надо? Спокойствие вашей дочери? Сколько, Маргарита? Вам лучше знать Тебя больше нет Тебя вообще не было Равно, как и твоего Еще не родившегося ребенка Исчезни, Маргарита Сделай так, чтобы я больше тебя не видел В опасной близости от моей семьи Иначе этот разговор покажется тебе шуткой По сравнению с тем, что с тобой будет Бойся меня Бойся меня И моего гнева Эй, мои вещи Скотина Выпей, дочка Это просто травки Нет, мама Я все равно не успокоюсь Синьорита Барбара Примите лекарства Не капризничайте Моя жизнь кончена, Нурис Ты не слышишь, что к нам пришли? Да Кто так поздно? Мама, это Сантьяго Барбара Подружка Я только сегодня приехала И мне рассказали О несчастье? Да Так ты называешь самоубийство? Барбара, не говори ерунду Ей нужно выспаться Приходи в другой раз Нет, Изабель, не уходи Я ее не задержу Хорошо Я пойду Не слушай ее Я безумно скучала без тебя Барбара Я не думала, что ты решишься на такое Я люблю его Я не могу без него жить Что произошло? Он бросил меня Забыл все, что я ему сделала Так бывает, Барбара Хоть раз в жизни это случается с каждым Но жизнь Не заканчивается на Сантьяго Моя, да С ним умерли все мои надежды На замужество, на семью, на детей Почему он меня бросил? Из-за этой дамочки с фотографией в бумажнике Барбара Она тебе в подметке не годится Она точно Все рассчитала Что рассчитала? У нее будет ребенок от Сантьяго Ребенок Которого я мечтала ему подарить Тем более надо его забыть Я слишком сильно его люблю Я заболела, когда узнала об этом Мы найдем тебе лекарства Жизнь не замыкается На одном мужчине Она гораздо богаче Тебе легко рассуждать Нет Ни один мужчина на свете Не заставит меня отказаться От радостей жизни Лишь потому, что он Не оценил мои таланты Готово Осталось лишь дождаться Когда придет доктор Почему его еще нет? Наверняка он всю ночь работал Что это? Пречистая дева Такой же Такой же медальон был У моей мамы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 2003 год! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok